Приложение Сбербанк Онлайн больше невозможно скачать и установить на айфоны. Из-за санкций распространившихся на банк, онлайн-сервис заблокировал приложение для финансов. При этом, если у вас уже была установлена программа на смартфоне, она продолжит работать в нормальном режиме. Эту информацию Сберб подтвердил в своем телеграм-канале. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное ранее приложение. Для проведения всех необходимых операций клиенты смогут использовать и веб-версию программы, которая адаптирована для мобильных устройств. В селе Первомайское 70-летний местный житель нанес резанные раны в область груди своему 56-летнему собутыльнику. Правоохранители выяснили, что оба участника конфликта работают на местной теплице. После завершения смены мужчины решили употребить алкогольные напитки. В ходе застолья между ними произошел бытовой конфликт. Со слов подозреваемого, потерпевший ударил его по голове стеклянной бутылкой. В ответ он схватил лежавший на столе нож и ранил обидчика. В результате произошедшего пострадавший был помещен в больницу. Дагестанке грозит до 20 лет тюрьмы за причастность к терроризму. По данным ФСБ республики, подозреваемая с августа 2015 года принимала участие в деятельности международной террористической организации на территории Сирии. Против женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудник ДПС в Дагестане зафиксировал фальшивую автомобильную аварию. Чтобы получить страховые выплаты, двое молодых людей разработали сценарий и инсценировали ДТП с участием Ауди и КамАЗа. Затем они попросили знакомого инспектора внести в базу данных информацию об аварии и составить поддельный протокол. За помощь в махинации сотрудник ДПС получил 15 тысяч рублей. Затем злоумышленники представили документы в страховую компанию и получили 280 тысяч рублей. Однако затем организация инсценировала проверку, которая раскрыла преступную схему. В отношении инспектора ДПС возбудили дело по пяти статьям УК РФ. Продолжение следует...